Почему кошки боятся расставаться? Боязнь расставания у кошек. Считается, что собаки боятся одиночества, а вот кошки нет. И знаете, я хочу вам сказать, что это ошибочное мнение. Вопреки очень распространенному прошлому мнению о том, что кошки являются ярко выраженными одиночками, они довольно социальны и способны к формированию чрезвычайно сильных связей с другими животными, включая людей. Признаки страха разлуки у кошки. Признаки этого страха у кошки проявляются тогда, когда кошку пытаются разлучить с человеком, к которому она очень сильно привязана. Аналогичный страх может проявиться и при попытке разлучить кошку с другим животным. Кошка, страдающая от страха разлуки, будет стремиться как можно чаще и дольше быть рядом со своим владельцем, провожая его всюду, куда бы он ни пошел. Если же кошка видит, что хозяин намерен покинуть дом, то она начинает сердиться или прятаться, или даже загораживать с собой выход. Одним словом, старается воспрепятствовать ему любым способом. Ну а когда хозяин возвращается в родное гнездо, то она демонстрирует свою радость настолько ярко, что это просто невозможно не заметить. Боязнь разлуки проявляется у собак и кошек в одинаковых формах. Мы можем, они могут громко кричать, могут справлять нужду, рядом с входной дверью, или даже на вещах, которые принадлежат хозяинам. Также кошки и собаки часто царапают и грызут мебель. Однако порой на боязнь разлуки указывают и не столь заметные прибыльки. К примеру, оставшись в одиночек, кошка может стать нервной или оказываться от еды. И если владелец кошки одинок, то это обстоятельство, скорее всего, останется незамеченным. Иногда бывают приступы рвоты, которые начинаются у кошки опять-таки от первых хозяев. Гораздо реже, к счастью, Кошки проявляют страх разлуки тем, что начинают чересчур усердно себя вылизывать. При этом они предаются этому занятию настолько страшно, что на телах появляются проплешины, а иногда даже кровь. Что провоцирует страх расставания? Точно определить, что именно вызывает этот страх кошек, люди пока не могут. Но на самом деле причиной этого синдрома могут быть врожденная генетическая предрасположенность и окружающая кошку обстановка. Так можно объяснить, что котята, которых, например, слишком рано отняли от матери или которые слишком рано осиротели, вероятно, более предрасположены к боязни расставания, нежели те, у кого подобных бед в детстве не было. Что же делать владельцу кошки, если он заподозрил у своего питомца боязнь разлуки? В первую очередь, ему следует обсудить этот вопрос с ветеринарным врачом, а затем провести полное отследование кошки. Следует помнить, что очень часто за изменениями поведения и просто за странностями стоят причины вовсе не психологического характера, а те или иные отклонения к здоровью. Поэтому лучше всего начать с выявления и устранения именно таких причин. Если их обнаружено не будет, отлично, от этого станет только спокойнее. Кроме того, не следует забывать о том, что симптомы различных заболеваний и проблем психического характера могут накладываться друг на друга, формируя совершенно невероятное представление о проблеме. Например, если у кошки воспаление или непроходимость мочи выводящих путей, она может мочиться не в лоток, а в другое место, и при том сильно мяукать. А если у кошки пищевая аллергия, то она может пристраститься к непомерному вылизыванию. Все это может создать иллюзию того, что животное страдает именно страхом разлуки или чем-то недовольно в действиях своего хозяина. Современное обследование позволит разобраться в этом вопросе. Желательно будет еще и пообщаться со специалистом по кошачьему поведению. Боязнь разлуки у кошек начала изучаться совсем недавно, и специалист мог бы помочь, если не разобраться в этом синдроме, то, по крайней мере, исключить другие возможные страсти. Как же лечить боязнь расставания? Примерно за четверть часа до того, как владелец покинет дом, ему желательно игнорировать кошку. То же самое желательно сделать в течение такого же срока после возвращения домой. Как вариант, можно отвлечь питомца с помощью игрушки. К примеру, можно взять цилиндр от рулона туалетной бумаги, заклеив его торцы, проделать отвиски по бокам, наполнив его различными лакомствами, которые вываливались бы из него, когда питомец будет катить цилиндр пополу. В продаже можно найти готовые игрушки, устроенные аналогичным образом. Другим способом отвлечь питомца на это время могли бы стать лакомства, запрятанные в разных углах дома. Можно за 15 минут до ухода дать кошке сразу все игрушки, которые она больше всего любит. А по возвращению домой их все следует спрятать. Также стоит постараться сделать окружающий мир для кошки максимально интересным. Для этого кошке следует соорудить укромное и удобное местечко, из которого она могла бы наблюдать в окно за уличной жизнью. Еще лучше соорудить такое место напротив птичьей кормушки, где кошка будет наверняка подолгу смотреть в мире животных. Когтеточки и лазалки тоже добавят вкуса к жизни и отвлекут кошку от навязчивых страхов. Может оказаться полезным негромко включенный телевизор или радио. Отдельные кошки очень неравнодушны к передачам о разных животных, особенно если это кошки или их потенциальная добыча. Другие лучше переносят одиночество, если в компании с ними останется еще одно животное. Хотя это, конечно, зависит от конкретного представителя кошечки. В отдельных случаях на некоторое время можно прибегнуть к медикаментозной помощи. Как правило, ветеринары прописывают в таких случаях код Байзун и другие успокаивающие тренировые сборы. В остальном же владельцам кошек остается надеяться на свою интуицию, творческий подход к решению проблемы и будущее исследование в этой области. Как говорил мой дед, что у кошек вечный страх потерять дом, где они живут, и людей, человека, с кем они живут. А остальное, говорил дедушка, кошки сами могут найти и сделать. Пожалейте, люди, тех, кого приручили. Они вам доверяют. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...